Адвокат Мурписов. Я непосредственно 26 мая подавал апелляционную жалобу по вручению группы людей, именно как инициативной группы. Мне апелляционную жалобу отклонили, даже определение не будет. При этом там было указано, что мы не являемся участниками процесса и нам выдавать решение не будут. После чего вот это определение, которое нам направлялись, я обжал в частном порядке, и 26 августа его также отклонили. У нас даже есть судебный акт относительно того, что мы не являемся участниками процесса и нам отказали. В чем здесь запрос? В данном уголовном деле он обязан быть, этот документ, если вы на него ссылаетесь и привлекаете к уголовной ответственности такую группу людей. Что из этого делать, такую тайну, я никак понять не могу. И мы эти решения обязаны исследовать здесь. При таком раскладе, когда мы не видим решения суда, и говорить, что они участвовали, они организовали эту работу, которая уже вступила в законную силу, они участвовали. Я не знаю, я здесь временной промежуток никак не могу установить. Поэтому в данной ситуации, я также поддерживая ходатайство своих коллег, я считаю, что без исследования решения суда мы не можем здесь продолжать дальше исследовать это дело. Это просто-напросто будет... У меня даже слов подобрать нету, как назвать это. У нас полностью отсутствуют элементы правосудия. У нас идет здесь однобокое судебничество, вот в этой части. Поэтому неисполнение требования суда по предоставлению основных доказательных материалов, в частности, решения суда, я считаю, это попытка воспрепятствования. Это прямо показывает обвинительный уклон и зависимость и как суда, так и сейчас проходящее у нас судебное заседание. В том, что здесь установлено намерение именно наказать людей просто за то, что они думают, что у них есть какое-то убеждение. Мы не пытаемся исследовать. Мы сейчас идем как паровоз вперед без остановок. Так нельзя делать. Данное судебное заседание уже пятое или шестое по счету. И мои коллеги правильно говорят. С первых дней судебного заседания еще с момента предварительного рассмотрения вы поручили органам прокуратуры государственному обвинению предоставить данный материал решения Есейского районного суда. Этого не было сделано. В данном случае я как адвокат считаю, что орган уголовного преследования в лице государственного обвинения умышленно укрывает материалы. И прошу на основании этого вынести частное постановление суда в адрес Генеральной прокуратуры по факту неисполнения распоряжения и указаний председательства и судьи. Сторона государственного обвинения в лице трех представителей, участвующих на данном процессе, перекладывают обязанность на нас, на адвокатов, которые судом была возложена непосредственно на них. Это первое. Во-вторых, обратите внимание, они с таким возмущением говорят о том, что обратиться с запросами, с адвокатами. А для чего тогда этот процесс? Жанара Болгобаевна правильно говорит, моя коллега, и Нурперисов, и все остальные адвокаты. Для чего мы тогда здесь сидим? Это открытый судебный процесс. Если у вас нет доказательств обвинения, тогда отзовите. Я считаю, что необходимо исследовать законность получения оперативных мероприятий, которые оперативными сотрудниками по данному материалу приобщены, негласные следственные действия, их получение, порядок, порциональные санкции и так далее. Дело в том, что сейчас обвинения строят самое главное на тех судебных актах, на которые мы не можем получить. Дело в том, что в ходе судебного производства также неоднократно у Кожбаева их отайствовали и требовали предъявления для ознакомления данных судебных актов, однако были отказы постоянные. Сейчас представители прокуратуры обвинения также ссылаются на то, чтобы адвокаты сами истребовали. Вот сейчас в данный чат, который создан секретарем суда, я направил ответ из городского суда Нурсултан о том, что они отказывают предоставлять такие судебные акты на каком-то вообще безосновательном причине, что якобы в уведомлении указан департамент полиции, а не городской суд Нурсултан. Я считаю, что это просто была отписка. Данный судебный акт не входит в судебное производство, и сейчас в ходе главного судебного разбирательства нам не предоставляют. Поскольку обвинения построены все на этих судебных актах, я считаю, что мы изначально должны сейчас исследовать данные судебные акты. И на каждом судебном заседании по следственному суде запрашивали мы со своим подзащитным это ходатайство. И ваш коллега, я вот не помню, начальник отдела, можете в камеру смотреть, да, говорил о том, что мы его предоставим, когда будет нужно. Нам оно нужно все время, на основании только этого решения строится обвинение. А может быть его вообще нет, тогда что мы здесь делаем? Уважаемый суд, я хотела бы обратить внимание на то, что прокуроры, самый главный вопрос, ключевой вопрос, они игнорируют и игнорируют ваше распоряжение. И в конце концов, для чего мы здесь собрались, я считаю, что бессмысленно проводить дальше процесс, пока не будет этого решения суда. Адвокат Балкобаева. Вот дополнительно еще хочу сказать, если вы не видели у прокурора это решение суда, как вы поддерживаете обвинение? На основании чего? Почему вы вообще его поддерживали, если вы это решение не видели? А если вы его видели, почему бы он нам не предоставит сейчас в суд? Прокуратура, мне кажется, намеренно создает эту напряженность, потому что по другим делам, по аналогичным делам, у нас были решения суда, и нам предоставляли все без проблем. Я не знаю, почему по этому делу прокуратура скрывается. Скорее всего, создает социальную напряженность в обществе. Продолжение следует...